О, кэшбэк пришел. Коль, а он за все покупки подает? Пап, Тинькофф Блэк за все кэшбэк. Пик и все. Кэшбэк за все. И все. Пап, ничего сложного. Повторяй за мной. Пик и все. Пик и все. Кэшбэк за все покупки. Получаешь кэшбэк ежемесячно прямо на карту. Живыми деньгами. Так просто. Пик и все, деда. Оформи карту Тинькофф Блэк и получай кэшбэк рублями ежемесячно за любые покупки. Тинькофф, он такой один. Как вы думаете, насколько сложно устроен велосипед? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуйте его нарисовать. Звучит как суперпростая задача. Так же думали и люди, которых американский художник Джан-Лука Гемини попросил нарисовать обычный велик по памяти. Оказалось, что большинство людей с трудом вспоминали конструкцию всем привычного велосипеда. Лишь считанные единицы из сотен рисунков изображали рабочий механизм. Когда, как остальные, лишь в общих чертах напоминали реальный велик. Чаще всего у людей получалось хоть и невероятно изобретательное, но категорически не рабочая фигня. Вот, кстати, что получилось у меня. И да, он тоже не будет работать. Весь этот коллективный перформанс получился настолько впечатляющим, что самые причудливые рисунки превратились в полноценные 3D-модели. А некоторые велосипеды были воссозданы и в реальности. Ведь этот эксперимент не просто шутка, а настоящая демонстрация того, насколько сильно мы ошибаемся в оценке сложности тех или иных вещей. То, что всегда казалось нам простым, в действительности может оказаться невероятно сложным. Об этом сегодняшнее видео. Итак, продолжим тему с велосипедом. Почему я так к нему пристал? Дело в том, что сложность конструкции велика – это ничто по сравнению с физикой его движения. Про это уже снимали зарубежные блогеры, поэтому, если вы в курсе, можете промотать. Не обижусь. Но если вы не в теме, сейчас будет весело. Как повернуть на велосипеде? Тупой вопрос, конечно, рулем. Повернул его налево – поехал налево. Повернул направо – поехал направо. Но в действительности все наоборот. Чтобы поехать налево, вам нужно сначала повернуть руль велика направо. Потому что весь поворот происходит за счет падения велосипеда в нужную сторону. Смотрите. Перед тем, как выполнить поворот в желаемую сторону, приходится вывести велосипед из равновесия поворотом руля в противоположную сторону. Это незаметное и как будто бы нелогичное действие происходит при каждом повороте. Дальше руль поворачивается уже как будто в нужную сторону, но делается это не для самого поворота, а для компенсации падения велосипеда. Фактически, велик постоянно находится в состоянии падения в ту или иную сторону, а рулем мы лишь балансируем его положение в нужный момент, осознанно выбирая, куда хотим упасть сильнее – направо или налево. Если же мы хотим выйти из поворота, то попросту еще больше доворачиваем руль в ту сторону, куда сейчас поворачиваем, как бы выталкивая велосипед из падения и возвращаясь в состояние баланса. Даже когда вы едете строго прямо, вам все равно приходится делать едва заметные корректировки рулем для удержания этого самого баланса. А самое удивительное, что все люди без исключения проворачивают этот довольно хитрый физический прием, абсолютно о нем не задумываясь. Спасибо нашему вестибулярному аппарату, который тонко чувствует баланс. Кстати, у этого приема есть и довольно логичное название – контрруление. И если на велике его понимание не особо критично, то на мотоцикле это иногда вопрос жизни и смерти. Все потому, что в экстренной ситуации, когда может потребоваться увеличение угла падения мотоцикла для более резкого поворота, мотоциклист, не понимающий физику езды, рискует сделать ошибку и попасть в смертельную аварию. Как на этом видео. Обратите внимание, происходит поворот направо. В какой-то момент навстречу выезжает фура, и чтобы от нее уклониться, мотоциклисту следует еще больше заболеть мотик на правый бок. Как мы помним, чтобы это сделать, нужно повернуть руль налево, ведь тогда мотоцикл будет меньше отталкиваться от асфальта и упадет внутрь поворота еще сильнее. Вместо этого герой видео поворачивает руль направо, отчего мотоцикл пытается выпрямиться, направляясь в лобешник в встречной фуре. Обратите внимание, как его колбасит перед столкновением. Это борьба мотоцикла между продолжением движения по траектории поворота за счет падения направо и выталкиванием его из этого же поворота за счет наклона руля не в ту сторону. Короче, будьте осторожны. Более того, двухколесные транспортные средства постоянно стремятся к выпрямлению движения, даже без участия райдера. Скорости не хватило. И нет, гироскопическая сила, которая возникает при вращении колес, здесь ни при чем, как многие думают. Все дело самой конструкции велосипеда. Его центр тяжести смещен вперед, а вилка находится под наклоном относительно горизонта. Это позволяет компенсировать возникающий дисбаланс, что еще больше упрощает езду. Кстати, именно за счет этого эффекта на велике и получается ездить без рук. А, ладно! Хрен с ним с велосипедом. Давайте дальше. Наверняка всем знакома ситуация, когда вы спрашиваете человека, чем он занимается, а в ответ следует простое айтишник. Все сразу понятно. Чел просто сидит целыми днями перед компом, нажимает какие-то кнопки и получает за это 300к наносяк. Звучит довольно несправедливо. Но когда начинаешь в этом разбираться, оказывается, что за этим скрывается бесконечная техническая глубина в виде языков, программирования, методов и технологий. Словом, люди получают свои наносяки не за красивые глаза. Красивые глаза только в блогерстве работают. Дело в том, что айтишники нужны сейчас везде буквально, поэтому по кнопкам они просто так не тыкают и зарплату получают за реально важные задачи. В айти сфере есть самые разные направления, поэтому любой желающий, вне зависимости от возраста и опыта работы, может подобрать что-то для себя. И вот как раз, чтобы не ошибиться с этим выбором, онлайн-школа Skill Factory запустила курс «Айти специалист с нуля». Сначала вы в течение двух месяцев на практике попробуете аж 9 направлений айти, что позволит сделать осознанный выбор будущей профессии, в которой лучше всего раскроются ваши сильные стороны. Может это будет разработка игр или аналитика данных, а может Python-разработка или Project Management. Вы досконально поймете особенность каждого направления. Затем начнется само освоение технологий до уверенного уровня. Будет много практики и реальные проекты, благодаря которым вы сформируете готовое портфолио, и уже с десятого месяца обучения сможете претендовать на трудоустройство в крупных компаниях. То есть это полноценный айти-курс с той лишь разницей, что выбор будет сделан не вслепую, а с полным пониманием своей будущей специальности. Ссылка на него в описании, либо по QR-коду на экране. Но главное, не забывайте о промокоде ДОГОН, который даст вам скидку в плюс 5% на обучение к уже действующей акции на сайте. И да, в Skill Factory учат тех, кого берут на работу. Что если практически каждый из вас умеет делать нечто такое, что, скорее всего, физически сложнее вообще всего, что вы научились делать за всю свою жизнь? И нет, это не пердение подмышкой и даже не свист. Громко свистеть — это вообще суперскилл. Свистеть я не умею. Речь о ходьбе. Только вдумайтесь, это процесс контролируемого падения. Когда мы идём, каждый шаг фактически является моментом потери и восстановления равновесия. Чтобы сходу понять, насколько ходьба сложная, вспомните, как сложно идти просто естественно, когда вас просят идти естественно. Кроме шуток, взгляните на попытки людей создать прямоходящих роботов. Мы давно строим сверхточные роботизированные манипуляторы, ракеты, микропроцессоры и целые виртуальные миры. Но симуляция ходьбы стала получаться лишь совсем недавно. И то, на самом деле, до сих пор хреновенько, неказисто, и, главное, очень дорого. Было бы простым оправданием сказать, что нам попросту не хватает технологий. Но нет. Моторы уже достаточно мощные, материалы достаточно прочные, а компьютеры достаточно быстрые. Учёные, занимающиеся развитием робототехники, утверждают, что ограничением как раз-таки служит наше недостаточное понимание того, как работает ходьба. Всё потому, что у человека в этом процессе замешаны практически 200 разных мышц, которые синхронно то стимулируют, то предотвращают цикличные, контролируемые падения за счёт утилизации силы трения, а поверхность, на которой происходит ходьба. И с каждым шагом мы выполняем настоящий акробатический трюк, где немалую роль играет и проприоцепция, то есть отслеживание положения нашего тела в пространстве, благодаря которому мы ходим в темноте или по неровным поверхностям. Одна только ориентация в пространстве уже невероятно сложная операция, с которой справляются разве что роботы-пылесосы, конечно же. Дрын-дын-дын-дын, я приехал, кожаные ублюдки. А распознавание объектов — это ещё сложнее. Мы быстро умеем понимать, что видим перед собой, но с развитием машинного зрения стало известно, что для этой, казалось бы, простой операции нужно минимум в сотни раз больше вычислений, чем на игру в шахматы на уровне гроссмейстера. И это не преувеличение. Первый компьютер, который многократно обыграл чемпионом мира по шахматам Гарри Каспарова ещё в 1997 году, на секундочку, имел мощность около 12 гигафлопс, что очень мало по современным меркам. Для сравнения, когда произошёл бум нейронных сетей и машинного зрения в 2013 году, мощность топовых видеокарт в то время составляла в среднем около 3000 гигафлопс. Это как минимум в 250 раз больше мощности, чем в 1997 году. При том, как вы могли догадаться, распознавание объектов в 2013 работало, эээ, ну, так себе. Это было ещё очень далеко до человеческого уровня. Так что, если вы не различаете аккордеон и баян, крокодила и аллигатора, шторы и занавески, бокалы, фужер, не переживайте, вы по-прежнему можете заняться шахматами. А если у вас ещё и получается регулярно ходить, можете называть себя акробатом. Если вам до сих пор кажется это преувеличением, посмотрите на истории людей, которые заново учатся ходить после тяжёлых повреждений мозга. Людям буквально приходится заново формировать сложнейшие нейронные связи. Прям как в детстве, когда мы учились ходить первый раз. Только вот молодой мозг гораздо пластичнее и в разы быстрее закрепляет любые навыки. Я просто напомню, что ребёнку вообще-то легко даётся не только ходьба, а что угодно. Каждый, кому стукнуло хотя бы 25-30 лет, уже почувствовали, насколько сложнее стало учиться чему-то новому. Это звучит как подводка к рекламе, но это не она, не переживайте. Да о чём речь? Если вы правша, попробуйте хотя бы привычные вещи делать левой рукой. Размешивать чай, держать ложку, чистить зубы, драчи, нет, это нормально, писать, подтирать задницу, в конце концов. Супер сложно, хотя всем это кажется элементарными вещами. Кстати, если вы совершенно случайно, как это было у меня, задумались о том, откуда вы вообще взялись правши и левши, рассказываю. Хрен его знает. Это официальная научная позиция. Сначала была крутая теория о том, что из-за того, что сердце находится слева, люди защищали его щитом, а оружию оставалась правая рука, которая и стала в культурном смысле доминирующей. Но потом учёные обнаружили свидетельство праворукости у гораздо более древних предков, поэтому единственной правдоподобной теорией остаётся большая развитость нашего левого полушария мозга, которая и ответственна за моторику правой части тела. А произошло так, потому что именно левая часть мозга ответственна за нашу речь. В итоге наша праворукость это как бы побочный эффект работы мозга из-за развития речи. Но мы не можем проверить это наверняка. Кстати, у животных, которые не говорят, соотношение... А чё, бывают те, которые говорят? Короче, у них соотношение правшей и левшей 50 на 50. Хм, какое совпадение. А теперь давайте немного передохнём и поглядим на эту прекрасную осень. Кто бы что не говорил, но это один из самых красивых сезонов в году. Для меня осень имеет стойкую ассоциацию. Краски. Жёлтые, красные и зелёные листья образуют невероятной красоты палитру, обрамлённую голубым небом. Разве не прекрасно? Как же нам повезло, что мы различаем цвета. Иначе мы бы не узнали, насколько красочен мир вокруг. Но красочен ли он? На самом деле, ведь, как известно, многие люди с трудом различают цвета. Если посудить о мире с их стороны, то не такой уж он и красочный получается. А что насчёт животных? Большинство хищных и стадных млекопитающих видят мир практически без цвета. Примерно так собаки и кошки, а вот так коровы. Можно было бы их пожалеть, конечно, но птицы, например, видят гораздо больше нас. Кроме основных цветов ещё и ультрафиолет. Но знаете что? Всё это не имеет значения. Потому что на самом деле мир вообще бесцветный. Неважно, что мы видим, существует объективная физическая реальность и в ней цвета у объектов как такового нет. Сейчас объясню. То, что мы называем цветом, это лишь способность нашего глаза различать электромагнитные волны разной длины. Солнце же излучает огромный спектр этих волн, но мы видим лишь в диапазоне длин от 380 до 780 нанометров. Где 380 это фиолетовый цвет, а 780 красный. Наш мозг просто научился маркировать эти волны, чтобы как-то отличать их друг от друга. И вот такой маркировкой для нас стало то, что мы называем цветом. Когда эти волны попадают на объект, он поглощает часть спектра за счёт свойств материала, из которого и состоит, а затем отражает оставшийся спектр. Если поглощено всё, кроме волны длиной например 720 нанометров, то в глаз попадёт только эта волна, логично, которую мы и воспримем красной. А так как она была отражена от определённого объекта, то и сам объект покажется нам красным. Было отражено несколько волн, они перемешались, мы увидели оттенки. А если волны были полностью поглощены, вы увидите черноту. Называть её чёрным цветом по идее даже некорректно. Ведь напомню, что сами по себе вещи не имеют такого физического свойства как цвет. Они лишь по-разному отражают внешний свет. И всё. Вот вам простой эксперимент. Зайдите в абсолютно тёмную комнату и включите чистый красный свет без примесей. Возможно раньше вы не замечали, но теперь присмотритесь. Ни одного цвета кроме красного вы не увидите, потому что отражать физически но это потому что моя лампа не выдаёт исключительно чистый красный свет. В теории даже существовала такая вероятность, что в нашем эволюционном пути мы могли не научиться маркировать длины волн цветами, как, например, не умеем маркировать запахи, в тех же подробностях, как это делают животные. Все эти пёстрые краски это лишь психофизиологическая иллюзия, эволюционно сформированная нашим мозгом для более эффективного выживания. Можно сказать, что в самой вселенной цвета как физического явления не существует. Да уж, получается ответить на вопрос какого цвета что угодно невозможно. Точнее ответ один. Никакого. Правильнее будет спросить, какой индекс поглощения электромагнитных волн у твоей вещи? Шесть. Вообще-то это все проходит на школьном курсе физики. Камон, чел, это ты пытаешься удивить. Все это и так знали. Опять воды налил и выдаешь вторичную хрень за новую интересную информацию. Просто охренеть. Знаете, что это было? Типичная ошибка знания задним числом, а точнее одно из ее проявлений под названием искажение памяти. Слышь, сейчас твое лицо исказится. Вот как она работает. Всем привет, это Дагон из будущего, который монтировал вот этот ролик, который вы смотрите и на этапе монтажа не спав сутки. Я вдруг понял, что забыл сказать, что у меня есть телеграм-канал и надо на него подписаться, потому что я стараюсь, пишу туда всякие посты, там много всего прикольного интересного. Спасибо. А еще есть бусти, но это уже наглость. Ну а если интересно, ссылка в описании. Все, не задерживай, погнали дальше. Допустим, вы действительно помнили, что свет это электромагнитные волны, цвет которых определяется их длиной. Но вы не знали, что цвет объектов зависит от того, как они поглощают или отражают эти волны. Однако, после того, как я это рассказал, в голове возникла тесная связь между ранее известной информацией о длине волн и новой информацией о поглощении и отражении. В результате общая концепция иллюзии света стала казаться очевидной и более того предсказуемой. То есть, вы начинаете считать, что всегда знали то, о чем на самом деле узнали только сейчас, чтобы поднять свою самооценку в своих же глазах. Самый прикол, что так любят делать дети, чтобы выглядеть более умными в глазах своих сверстников. При этом, сама ошибка искажения памяти не сказать, что опасна. Просто ее систематическое воспроизведение может говорить о каких-то комплексах, над которыми есть смысл поработать. Тем не менее, узнание задним числом существуют и другие проявления, которые как раз таки могут нести реальную угрозу в повседневной жизни. Речь про эффект предсказуемости и неизбежности. Это когда люди воспринимают уже произошедшие события как очевидные и предсказуемые, несмотря на отсутствие достаточной первоначальной информации для их предсказания. Ну, это знаете, когда говорят «было ясно, что они расстанутся» или «было очевидно, что фильм провалится» или вот мое любимое «было очевидно, что крипта упадет, кому она нужна. При этом, если она вырастает, все говорят, что было очевидно, что она должна вырасти». Если чё, я не фанат крипты, просто это самое такое... И так во всём. Люди постоянно ведут себя так, словно всё было предсказуемо и понятно заранее. Вот только почему тогда происходят ужасные события? Катастрофы, кризисы, войны и так далее? Да потому что нихрена никому ничего не понятно. Очень удобно уже после произошедшего с умным видом играть в Шерлока Холмса и рассказывать о предпосылках того или иного события. В конечном итоге знание задним числом приводит к серьёзным ошибкам при выстраивании причинно-следственных связей, потому что все факторы прошлого, которые не укладываются в ожидаемый результат, игнорируются. Вот безобидный пример. Я могу ожидать, что у меня не залетит новый ролик, потому что мне не нравится его превьюшка. И вот он действительно не залетает. А я говорю, так и знал. Ожидаемо. Всё из-за превьюшки. В итоге, поглощённый своей уверенностью и экспертностью оценки причин, я наглухо игнорирую множество других проблем, которые на самом деле и повлияли на ролик. Моя уверенность в очевидности проблемы помешает найти реальные причины неудачи. Только представьте, как много подобных ошибок можно совершать в любой сфере деятельности, постоянно буксуя на месте и не исправляя свои косяки. Причём, согласно исследованиям, чем больше человек разбирается в своей сфере, тем чаще он апеллирует к знанию задним числом. Это может быть особенно коварной ошибкой в сфере социальных наук и в целом в любых других исследованиях. Например, вот несколько суждений. Скажите честно, для себя, насколько они очевидны. Старшие сотрудники эффективнее младших, потому что у них больше опыта. Второе. Люди, живущие в больших городах, менее дружелюбны, чем те, кто живёт в небольших поселениях. И третье. После окончания Второй мировой войны солдаты скучали по дому не так сильно, как во время боевых действий, потому что уже не переживали, что в любой момент могут погибнуть и не увидеть родных. Как по мне, всё перечисленное суперлогично и очевидно. Если бы меня попросили, я бы без труда нашёл для каждого из высказываний огромное количество объяснений. Только вот, как вы могли догадаться, в действительности всё обстоит ровно противоположным образом. И нет, здесь не имеет значения, что я изначально дал ложные утверждения. Суть в том, что теперь очень просто найти объяснение новым, противоположным утверждениям. Теперь они кажутся очевидными. А если они тоже некорректны? Чрезмерная уверенность, растущая из знания задним числом, приводит нас к риску возникновения ошибочных суждений, которые абсолютно не относятся к реальности. Но теперь вы знаете, на что обратить внимание. Или вы и так знали? Сейчас я тебя придушу ещё совсем немножечко. Будет не больно. Сука! Тут в тему упомянуть и другую ошибку, если я вас ещё не сильно задушил. Проклятие знания, которое как бы подпитывает ошибку хинсайта. Это когнитивное искажение, при котором человек считает свои знания очевидными для всех окружающих, хотя они таковыми не являются. Ну, знаете, это жгучее ощущение, когда объясняешь что-то человеку, а он сука тупая сёл не понимает элементарных вещей. Самый яркий пример это плохие учителя, тренеры, инструкторы и так далее. Если человек, даже будучи выдающимся специалистом, не способен принять неочевидность и сложность его знаний для других людей, то он никогда не сможет эффективно их передавать. Больше всего у меня сгорает жопа, когда люди учатся кататься на каком-нибудь сноуборде не с инструктором, а со своим другом, который уже 15 лет катается на доске, а значит точно разбирается в теме, сейчас быстренько меня научат, зачем переплачивать за инструктора, блядь. Да насрать, сколько он катается, это вообще ничего не значит. Хорошо кататься на сноуборде и хорошо учить кататься на сноуборде это совершенно разные вещи. Эту ошибку можно найти в любой сфере. Друг программист, который учит вас ходить, друг вокалист, который классно поет и вас научит, друг гитарист, друг ху**ист, друг пи**ист и так далее. Не ведитесь на эту хрень, потом придется платить дважды. И здесь дело не в том, что ваши друзья какие-то там мудаки, просто со временем они теряют воспоминания о том, насколько сложным было их обучение. Это естественный процесс, который сложно остановить. В наших силах лишь знать о нем и не попадать в очередную ловушку псевдо-очевидности. А теперь, товарищ аниматор, перенеси меня в другую локацию с помощью какого-нибудь спецэффекта. Давай, я готов. Вау, спасибо. Да уж, как-то немного странно получилось, что я начал рассказывать про велосипед, а закончил когнитивными ошибками. Признаюсь, занесло. Изначально планировал сделать из ролика такую легкую жвачку с набором занятных объяснений и сложных штук, которые ошибочно кажутся нам простыми. И хочу вам признаться, еще раз у меня было расписано где-то еще четыре темы, которые прекрасно подошли бы по формату, но тогда ролик получился бы более чем на 30 минут, что уже не подходит под промежуточный формат. Так сказать, промежностный формат, который разделяет глубокие, более важные темы. Я считаю, что на этом канале должны быть и такие простые ролики, но мне нужна ваша обратная связь. Если вам понравилось, вы хотели бы увидеть что-то такое в качестве постоянной рубрики, где я, например, каждый раз буду объяснять 4-5 сложных штук из разных сфер жизни, напишите об этом комментарий. Я читаю все комменты и быстро пойму, насколько вам это было интересно. Если отклика не будет, не расстроюсь, я хотя бы попытался. Буду экспериментировать дальше. А с вами был Дагон и мои подписчики на Бусти, которых вы видите на экране. До скорого! Отдельное спасибо Спартаку, Анониму, Саше Тонику, Федору Шеметову, Славе Мерлу, Автоскальбу, Юрию Кару, Андрею Благову, Пашке Пыльному и просто Сухорону. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok